Акимобласть и Кумар Аксакалов в очередной раз провел онлайн прием граждан. С наболевшими вопросами главе региона обратились четыре североказахстанца. Одних беспокоили земельные вопросы, другие жилищные. О решении проблем в материале подготовленном при содействии корреспондентов телеканала Козылжар. Первый вопрос, который поступил Кумару Аксакалову, касался земельных отношений. Жительница областного центра Анна Дубровская семь лет назад приобрела участок в селе Тепличном Козылжарского района и начала строить дом. Однако при проверке документов выяснилось, место постройки принадлежит другой компании. выкупки этого земельного участка я продала свою квартиру, по сути осталось без жилья. И вот теперь несколько лет я не могу продать из-за того, что не могут никак поставить на место из-за этой точки, а не привести документы за ответ. Кто совершил ошибку, скажите мне? Ошибку, ну если так разобраться, первоначально вот это лицензианты. Вы мне отвечаете, какие-то лицензианты. В конце концов, лицензии кто дает? Государство, наверное, в лице. Если через вас все эти операции идут, вот так, тогда вы, получается, недоработали. Решить вопрос незамедлительно такое поручение дал глава региона Акиму Козылжарского района Жанату Садвакасову. Пообещали взять на контроль и вопрос Николая Щепеткина из района Макжана Жумабаева. Инвалид второй группы проходит лечение в городском центре социальной адаптации. В январе следующего года ему предстоит операция на тазобедренном суставе. После нее пожилому мужчине идти некуда. По словам Акима города, Булата Жумабекова, в очередь на жилье могут стать только инвалиды первой и второй групп. Николаю Щепеткину пообещали предоставить жилье в центре социальной адаптации до окончания отопительного сезона. Николай Иванович, давайте так. Операция, и сейчас все же выступают, ответ работники выступают. То есть какое-то время вы будете находиться в больнице. Операция тоже пройдет она бесплатно. Да, бесплатная. Так. Значит, в какой-то период времени, там два, может быть, месяца, может быть, три месяца, вам нужно для того, чтобы вы реабилитировались. Мы, значит, вам поможем по трудоустройству, но как-то надо зацепляться, зацепиться за эту жизнь. Многодетная мать из Мамлюцкого района, Светлана Гуменник, в очереди на жилье стоит восьмой. За год, говорит женщина, она сдвинулась только на одного человека. Обратилась к главе региона, чтобы узнать, будут ли возводить многоквартирные дома для социально уязвимых слоев населения. Строить жилье для многодетных семей врачей в районе планируют в следующем году. А вот Василий Шунько из-за карантина лишился работы. Житель Петропавловска попросил Кумара Аксакалова возобновить работу в выходные и праздничные дни единственного в областном центре горнолыжного парка. Мы, попадая под санкции санитарных служб, попадаем в одну черепу вместе с гостиницами и со всеми остальными вещами. Хотя бы принципиально другая ситуация у нас. Созвонимся мы сейчас с коллегами из других регионов, посмотрим, как они выходят. Я тоже за то, чтобы на улице, тем более у Вас не такая масса людей. Все вопросы Акимобласти взял на личный контроль. Руководителям управления и Акимом районов Кумар Аксакалов поручил детально ознакомиться с каждым обращением. Анжелика Сычева, Новости МТРК.